Цена фьючерса, при которой проходят крупные опционные сделки, часто становится уровнем поддержки или сопротивления в дальнейшем. Здесь мы видим скопление покупок по колл-опционам в деньгах. Затем эта цена тестировалась несколько раз еще. Вот здесь в этом месте также большое скопление и цена тестировала данный уровень как поддержку. Еще более значимым фактором является изменение открытого интереса на следующий день выше среднего. То есть вот здесь мы видим, что на самом деле открытый интерес очень сильно вырос и по коллам и по путам. То есть в остальные дни такого изменения не происходило. Вот именно в такие дни данная информация может нам помочь как построить новый уровень, так и усилить уже построенные уровни. Давайте посмотрим еще на других инструментах. Вот, к примеру, S&P. Здесь также было сильное увеличение открытого интереса по коллам. Если мы возьмем здесь уровень, то увидим, что он стал уровнем поддержки в дальнейшем и затем еще раз тестировался. Перейдем на нефть. Вот здесь также более сильное, чем обычно, изменение открытого интереса по колл-опционам. Вот здесь прошли сделки и здесь. Вот этот первый уровень, также на него была реакция в дальнейшем. Такие нестандартные изменения открытого интереса проходят не так часто, потому их необходимо замечать и учитывать в своей торговле. Если же, к примеру, есть изменения открытого интереса, ну вот возьмем здесь по иене. То есть, к примеру, вот изменения есть, но мы не видим крупных сделок по опционам в этот день, то, соответственно, в этом случае лучше брать, отмечать максимальный объем дня, так как именно в этот день участники особенно строили свои планы на будущее изменение цены. Из-за этого и вырос, в принципе, открытый интерес. И мы ставим здесь уровень. Такое можно делать также, если происходит сильное изменение открытого интереса по фьючерсам. То есть, именно отмечать максимальный объем дня, как самый главный уровень. Всем хорошего дня, на связи пока.